Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал K-English. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Hi! Приветствую, друзья! Вы попали на мой канал, потому что вам нравится учить английский язык, и вы готовы немножечко поработать. И сегодня в нашем плейлисте 150 английских фраз для разговора мы разбираем еще одну интересную фразу, плюс смотрим, как она чувствует себя в предложении, разбираем диалог, слушаем аудио, короче, делаем кучу разных заданий, чтобы не только данную фразу усвоить, но и в целом немножечко, в общем, соприкоснуться с английским и языком. Итак, фраза my pleasure. Что это значит? Мое удовольствие. А при чем тут удовольствие? Естественно, смысл не в удовольствии, а в чем-то другом. В чем же? Я думаю, кто-то из вас уже догадался, но кто не догадался, давайте разбираться вместе. Итак, фраза my pleasure означает с удовольствием, мне приятно это сделать. Я чаще всего слышала ее в контексте, кто-то говорит вам, спасибо, что ты мне помог, ты такой хороший человек, и человек отвечает my pleasure, то есть с удовольствием, мне было приятно это сделать, мне было легко это сделать. Это фраза, которая показывает вежливость, благожелательное отношение, и то, что вам, правда, нетрудно было помочь человеку с его делом, или вам это даже доставило удовольствие. The meaning is be happy to do something for someone. То есть когда вы искренне были рады сделать что-то для кого-то. Эта фраза очень поможет вам, если вы хотите выразить добродушное отношение к человеку. Let's read the explanation. Pleasure is to feel happy. То есть удовольствие это, когда вы счастливы, вы рады. When you use this term, you are telling the other person that you are happy to do it. Ну и используя, соответственно, данную фразу, вы показываете, что для вас это было, правда, удовольствием. Помочь ему быть с ним, взаимодействовать с ним и так далее. Now we read the examples. It is my pleasure to introduce you to our guests. Мне приятно представить вас другим гостям. То есть вот у нас куча гостей, и я говорю моему знакомому, который пришёл, никого здесь не знает. It's my pleasure to introduce you to our guests. Мне наоборот приятно вас представить. Не стесняйтесь, мне приятно познакомить вас, ввести в наш круг. Итак, мне это не то, что не тяжело, мне даже приятно это сделать. То есть контекст такой, что человек ожидает, что мне может быть как-то неприятно, мне это доставляет неудобств, вот это та. Я говорю, it's my pleasure. То есть чувства противоположны. It's my pleasure to introduce you to our guests. Мне приятно будет представить вас нашим гостям. It was my pleasure to work with you. Мне было приятно с вами поработать. То есть мне это доставило удовольствие. Видим, что my pleasure присоединяется через глагол be, is, was и так далее. It's my pleasure to be involved in something so important. Мне доставляет удовольствие быть вовлечённым во что-то столь важное. То есть я не то, что там как бы устаю от этого, или может быть это мне доставляет какие-то лишние трудности. No, no, no. It's the opposite. It's my pleasure to be involved in something so important. Наоборот, мне это даже доставляет удовольствие. Быть вовлечённым во что-то столь важное. Be involved. Быть вовлечённым in... Во что? Something so important. Нечто настолько важное. Important. Важный. Далее смотрим мини-диалог. I really appreciate all you did helping me finish my project. No problem at all. It was my pleasure. Ой, я очень ценю то, что ты мне помог закончить проект. Да не вопрос вообще. Мне было приятно. Вот здесь мы видим, что это, наверное, самый популярный способ, как использовать данный оборот. То есть нам человек выражает благодарность. Он нам говорит I really appreciate. Я очень ценю. То есть я прям ценю, ценю, ценю. All you did. Всё, что ты сделал. Helping me finish my project. Помогай мне закончить проект. И человек отвечает. No problem. Не вопрос. It's my pleasure. It was my pleasure. Да, говорим о прошлой ситуации. Вообще no problem и it was my pleasure в данном контексте, они, конечно, очень близки по значению. Помним, что no problem означает, что человеку было это сделать легко. It was my pleasure. Мне было даже приятно. Не просто легко, а именно даже доставило удовольствие. It was my pleasure. Отличный мини-диалог прекрасно иллюстрирует нашу фразу. И ещё парочка оборотов, которые имеют похожее значение. Ну, с no problem мы уже разобрались. Есть ещё don't mention it. Don't mention it имеет то же самое значение, что no problem. То есть, без проблем это было легко, всё в порядке. Опять же, обе фразы будут работать как реакция на благодарность по отношению к вам. Да? Don't mention it, no problem. И my pleasure, it was my pleasure. Видим, что сегодня у нас довольно-таки простой диалог. Ну, и что его, собственно говоря, растягивать? Повторяем с вами ещё разочек все эти фразы. Повторяем их вместе вслух. Я буду читать фразу, оставляю для вас паузу, чтобы вы её прочитали после меня. Очень важно выполнять это задание именно вслух. Работают как бы другие нервные импульсы, нейроны и так далее в нашем мозгу. В общем, вы по-другому усваиваете информацию, нежели когда вы просто её пассивно слушаете, даже не повторяете. It is my pleasure to introduce you to our guests. It was my pleasure to work with you. It is my pleasure to be involved in something so important. I really appreciate all you did helping me finish my project. No problem at all. It was my pleasure. Don't mention it. No problem. И, друзья мои, ваше домашнее задание. Задание номер один. Глядя на данный слайд, сделать письменно обратный перевод на английский. Свериться. Задание номер два. После этого вы, глядя на данный слайд, вслух воспроизводите все эти фразы. То есть, уже надо непосредственно проговорить их. Задание номер три. Если хотите, выучите или посоставляйте свои собственные фразы. И задание номер четыре. Послушайте ещё раз несколько раз нашего диктора, чтобы он прочитал эти фразы на английском языке. А есть задача, чтобы вы поняли их на слух, без подглядывания в текст. Вот, собственно говоря, и всё. Если урок вам понравился, обязательно жмите лайк, оставляйте комментарии, оставляйте свои примеры с данной фразой. Пишите, помог вам этот урок или не помог. Знали вы эту фразу, не знали. В общем, оставляйте, друзья. Мы какую-то активность под видео. Оставляйте обратную связь. На этом я с вами прощаюсь. Занятие для вас провела Елена Вагнистая. И до встречи. Bye. It is my pleasure to introduce you to our guests. It was my pleasure to work with you. It is my pleasure to be involved in something so important. I really appreciate all you did helping me finish my project. No problem at all. It was my pleasure. Don't mention it. No problem. No problem. Продолжение следует...